Акция «Тотальный диктант» 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 похожие на китайские иероглифы, но мы все работы проверяем и всем стараемся поставить оценку объективную. Действительно, ведь вы работаете с почерком еще к тому же. Наши, наверное, люди зачастую уже разучились писать. Да. Да? Да. Пишем мы все меньше и меньше. И на диктанте, конечно, я просто вижу, когда люди пишут под мою диктовку, как они устают через минут 20 после начала диктанта и вздыхают, и темп падает. И по ошибкам это тоже сказывается, кстати говоря, на ошибках. Это очень видно, когда на первой странице, ну, очень обидно бывает проверять такие работы, досадно. Когда проверяешь, на первой странице ни одной ошибки нет, переворачиваешь на другую страницу, и тут уже ничего. То есть рука устала, и все, и пошли не те буквы. Да. Скажите, пожалуйста, как подбирают тексты авторов? Авторы, как я и говорила, единый текст, текст единый. И вот уже 10 лет только современные авторы, тексты современных авторов берутся в качестве текстов тотальных диктантов. Причем мало того, что это тексты современных авторов, так еще и тексты, специально написанные для тотального диктанта. То есть эти тексты нигде не публикуются до момента написания их в ходе акции, и никто их не знает, кроме организаторов тотального диктанта. То есть штаба даже. Не столько организаторов, сколько штаба. То есть я сама, как организатор, узнаю текст за два часа до диктанта. То есть к нам приходит архив, пароль к этому архиву, мы его распечатываем, мы узнаем этот текст. И все это для того, чтобы не было списывания? Да, чтобы не списывали. Причем ситуация, конечно, интересная и достаточно странная. Акция добровольная. Никого на аркане не ведут, чтобы написали диктант. Но при этом люди, приходящие на диктант, решают почему-то, что подстраховаться. Люди с разными идут, в общем-то, намерениями. А, кстати, вот чем руководствуются? Вы, наверное, спрашивали, может быть, сами люди вам говорили. А вот для чего они идут писать диктант? Вспомнить школьные годы. Школьники приходят для того, чтобы себя адекватно оценить, оценить с точки зрения другого преподавателя. Может быть, кого-то, конечно, если говорить об учащихся, то и, ну так, настоятельно рекомендуют. Учителя уже у нас такие случаи тоже были. Это неплохо совершенно. Но заставлять участвовать в тотальном диктанте, конечно, никого не заставляют. Каждый приходит по собственному желанию. Приходит целыми семьями. Есть и такая, причем это тоже достаточно часто уже случается, когда приходят посоревноваться. Муж с женой, молодой человек с девушкой приходит посоревноваться, кто лучше напишет. Но тоже хороший повод, кстати, провести время и использовать самое главное. А как вы отслеживаете, все-таки, если вернуться к грамотности, магнитогорцы грамотны? Ну, безусловно, но у тотального диктанта нет такой цели оценить грамотность города, региона, страны. И с какого-то времени, ну, фактически, вот в те годы, в которые мы участвуем в тотальном диктанте, мы уже не застали этой сравнительной, сопоставительной вот этой вот картины. До этого было, и я когда знакомилась с этой акцией, несколько лет назад была такая картинка, были какие-то сопоставительные данные. Сейчас этого не делается, и каждый город видит только свой результат. То есть вот организатор тотального диктанта видит всю картину по оценкам, но не имеет права ее разглашать. И мы не можем сопоставить, абсолютно не можем сопоставить, мы можем сопоставить только количество отличных оценок, ну, то есть пятерок. Количество пятерок мы сопоставить можем, но это тоже не показатель, совершенно не показатель. У нас в разные годы совершенно по-разному эта ситуация складывалась с оценками. Опять же, если говорить первый год, у нас не было ни одной пятерки. Во второй год, который писал магнитогорцы, у нас было 11 пятерок, в прошлом году у нас было две пятерки. Количество участников возрастало, а количество отличников уменьшилось. Это с текстом связано, конечно. То есть тексты разные. Хотя организаторы стараются тексты сделать насыщенными орфограммами, пунктограммами. И как-то сравнять их друг с другом. Но, тем не менее, это невозможно, конечно, потому что тексты все-таки живые. Поэтому где-то лучше, где-то хуже, где-то одно посложнее, где-то другое. А все-таки, если в среднем, можно сказать, примерно магнитогорцы, то есть это удовлетворительно или хорошо пишут диктант? По результатам. Не будем количество называть, да, там троек и четверок. А вот средний балл, если можно выставить нашим горожанам. Вот тоже очень сложно. Очень сложно здесь выставить. В общем-то, все установки при организации тотального диктанта направлены на то, чтобы мы хвалили за любой результат. То есть уже само желание прийти и написать, не побояться этого, это действительно испытание. Безусловно, испытание. Испытание и самолюбие бывает, испытание знаний своих. И, в общем-то, каждый, кто принимает участие в диктанте, уже победитель. Поэтому оценка – это дело каждого. И вот не сопоставляем мы эти результаты. На знакомстве с работами после диктанта, после того, как оценки уже выставлены, мы встречаемся с участниками и обсуждаем результаты работы. И очень многие очень сильно удивляются тому, что они здесь допустили ошибку. И вот как раз по свежим следам после этого нужно бы каждому заняться этой работой по повышению своей грамотности. Но здесь каждый должен. То есть каждый должен думать о себе и о своей грамотности в первую очередь. Наверное, в этом и главная цель «Тотального диктанта», чтобы не получить оценку «отлично», а для того, чтобы потом задуматься, может быть, стоит все-таки немножко поработать еще раз над своей грамотностью и вспомнить наш великий и могучий. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня этим ранним утром у меня в гостях была Светлана Анохина, организатор акции «Тотальный диктант» в Магнитогорске.